Функции после 91-го года семьи – это функция эротическая. И почему я пошла в медицину и стала заниматься таким альтернативным направлением, да, внесистемным? Потому что у меня было искреннее стремление лечить неизлечимые заболевания. Страстность, оргазмичность дается, но этому всему надо раскрыться, особенно женщине. Вот я каждый день проживала вот эту маленькую смерть. Мы расходный материал в природе, мужчины. Мы расходный материал, и это норма, мозги приветствуются. И вдруг эротик пропал. Здравствуйте, я Лилия Воронкова, врач интегративной медицины. И сегодня я хочу поговорить с очень интересным человеком на тему взаимоотношений мужчины и женщины. Это мой первый эксперимент. И давайте познакомимся с нашим гостем Андрей Кочетов. Андрей, расскажите, пожалуйста, о себе. Чем вы занимаетесь? Спасибо, Лилия. Я доктор психологических наук, сексолог. И по первому образованию биолог, больше физиолог и нейрофизиолог. Тогда мои специализации были работа мозга, гормональная система. Ну и на этом я, пожалуй, сейчас специализирую семейные отношения. Андрей, на какую тему вы защищали диссертацию? Ну, диссертация у меня была на тему личности и идентификации подростков и мальчиков, и девочек. Именно подростков до 16, скажем, старшей подростки, 18 лет. И влияние на их личностную идентификацию, кем они себя в период вот этого пубертата начинают идентифицировать, с кем и кем. Влияние на эту идентификацию, роли в их жизни отца. Ну, мне это было близко, да, поскольку я тоже отец. И семьи сейчас проблемные, большинство неполные семьи. И вот это все мне было интересно. Поэтому исследование мое и диссертация была в этом направлении. Андрей, расскажите, пожалуйста, сколько лет вы в браке и какой у вас клинический стаж? Ну, в браке, скажем, два десятка своих отрубил, как говорят, да, в армии. Ну, это второй брак, первый у меня брак был юношеский, два-два с половиной года. Но в юности часто происходят ошибки. Мы не мозгами не прорабатываем то, что делаем, да. Мы на эмоциях, на гормонах, да, как мы сейчас об этом много будем, наверное, говорить. Мы на порыве, на влюбленности, потому что, чтобы дорасти до любви, нужно время к персональному человеку. На влюбленности. И, конечно, на слове «как хорошо», «как надо». Ну, вот так получилось, что я сделала как надо. С первой супругой мы расписались через четыре месяца после начала знакомства. Ну, соответственно, очень разные социальные слои были. Так получилось. Она такая очень красивая деревенская девушка была. Ну, больше двух лет, двух с половиной мы, к сожалению, не выжили. Она уехала к себе в деревню, там вышла замуж за похожего для себя человека. Это правильно. Это вот то равенство социальных положений. Все-таки равенство имеет значение. У меня есть определенная лично моя теория. Три базовые вещи, которые помогают людям находиться в длительных отношениях. Не только семейных, а просто отношениях. Вот второй пункт, там всего три пункта. Я их сейчас, может быть, пока не буду озвучивать. Но второй пункт – это в том числе и близкая социальная среда. С мужем или с женой, с любимым или с любимой. Именно социальная среда, в которой ты рос, там ценности, там понятия, там ранжир, там эшелоны полета. Полета, как говорит мой коллега Алексей Ситников, это его фраза, эшелоны полета. То есть это те цели и те мотивы, которые нас движут к чему-то в этой жизни. И если это у людей разное абсолютно, и взгляды, и понятия, и воспитание, и бэкграунд, и среда, которая формирует, как известно. Ну вот, к сожалению или к счастью, у меня среда была не самая благополучная. У меня в роду, если брать близких родственников, бабушек, маму, папу, ни у кого нет высшего образования. То есть я первый человек, кто получил высшее образование, вообще пробился в какую-то научную сферу, научную среду. И у меня всегда было такое стремление показать, что, возможно, выйти из самых низов, достичь самостоятельно каких-то вершин. И вот уже на этом уровне встретить человека, скажем так, близкого, может быть, по судьбе или ещё как-то можно это называть. Но такого родственного, близкого человека, с которым уже захочется идти в долгосрочную. Вот есть ли у вас примеры, может быть, из вашей практики вот такие, когда один из партнёров, возможно, был более высокого статуса, а другой из низкого статуса достигал каких-то вершин самостоятельно и складывались долгосрочные отношения? Ну, примеров, как обычно, как всегда, множество. Примеров-то множество. Пути их движения неисповедимы, хотя кое-что можно вспомнить. Но был такой парень когда-то давно, и в честь него сейчас назван Московский государственный университет, Михаил Ломанусов, да? Он откуда пришёл пешком-то? Ну, из Архангельска. Стальный город Петербург из Архангельска, правильно. И я в своей судьбе встречал, ну, достаточное количество людей, которые вот через термин к звёздам как-то. Само понятие звёзд – это относительно, да? Всё-таки Михаил Ломанусов, он был такой научный деятель. Кто-то заточен на финансы, особенно сейчас, кто-то на карьеру, кто-то на какую-то мельпомену, да, служителям. Хочет быть через разные входы и выходы в эту среду. Вот. Ну, я встречал многих, да. Кстати, очень интересная практика, если вспомнить историю России, это практика смешения родов дворянских и купеческих. Казалось бы, ценности разные. Дворянство – это дворянство, да? Это честь. Это честь нации, прежде всего. Вот. Купечество – это деньги. Иван Калита, который построил Москву. Но есть такая поговорка, что, допустим, если сравнивать Петербург и Москву, Петербург – это город всё-таки имперский, да? Там до 1917 года сидели цари и вкладывались в этот город. А Москва построена из кошелька Ивана Калиты. Но это такое историческое отвлечение, преамбула. Так вот, очень часто в истории России, дореволюционной истории XIX века, XVIII века, были браки, которые с двух сторон как бы, да, шли к какой-то общей цели. Объедневший дворянский род. Обычно такого встречалось очень много, по разным причинам. Вот. И купечество, которое начало расти на Руси, там, XVI-XVII века особенно, да, которое было богато во всех отношениях. И, конечно, вот эти вот своеобразные, но я не буду говорить, что это такие адультеры, адультеры, да? Будем говорить о смешении, да? Они существовали, то есть за герб дворянский купцы давали много. И было и мужчины-дворяне за женщин, купчих, назовем их тогда выходили, женились, извините. А было наоборот, как бы, женщины за купцов. И, кстати, это очень такая надежная когорта. В основе таких браков лежал хороший расчет. Хороший, повторяю, расчет. Они не то, чтобы они не имели эмоций, там, или отношений, влюбленность, или любовь друг с другом. Нет, там был еще расчет вот на то, чтобы вытянуть свой рот вот из какой-то ямы, да? Отсутствие денег. Это яма была. Ведь многие там играли в казино, проигрывали, те же самые дворяне, офицеры в основном. И вот так, так жили. И сейчас я встречаю достаточно много, как бы, таких фигур, которые, ну, в политике, кстати, очень много не буду говорить. Конкретные фамилии, ну, это неправильно и, наверное, не скромно будет, да? Ну, они есть. В политике достаточно много таких. Ну, в политике тема такая, вы понимаете, что она скользкая. А в Мельпомине очень много. Ну, там другие, опять же, пути. В Мельпомине я беру эстраду, да, ну, все, театральную деятельность. Там много таких, ну, там другие критерии, скажем так, тоже, о которых лучше не озвучивать, по крайней мере, сейчас. Иначе мы пойдем ко дну. Ну, вот тоже хочется поделиться своим опытом. Мы с вами обсуждали тот факт, да, что у меня так называемый высокофункциональный аутизм. Я очень долго пыталась разгадать, чем же он обусловлен, да, вот к чем обусловлено вот это так называемое когнитивное искажение. Когнитивное, как вы говорите, нарушение восприятия, да, мира. То есть оно отличное от других людей. И вот в детстве я очень всегда, ну, как бы, скажем так, чувствовала себя белой вороной. И мне всегда казалось, что я не в своей среде. И вот так вот получилось, что когда я уже вырвалась в Москву, это был 2018 год, я приехала читать лекции, я делилась клиническими кейсами по своим пациентам. Были очень хорошие результаты по бесплодию у меня в практике. В какой-то момент я попала в среду, в которой мне стало очень комфортно. Я стала раскрываться. То есть из такого человека, ну, можно так сказать, может быть, я ещё была ребёнком, хотя у меня было своих двое детей, да, который всё время находится в погружении внутрь, вглубь себя. И весь мир небезопасен. Вот ощущения были вот такие вот. Я попала в среду, в которой я мгновенно стала раскрываться, развиваться. И вот произошёл вот этот скачок в росте, который мы имеем вот на сегодняшний день. И то, какой я была там пять лет назад, и то, какой я сейчас стала, это, конечно, небо и земля, вот. И, безусловно, в моей жизни был человек. Это, кстати, как раз моя, наверное, первая самая такая большая влюблённость из высоких таких научных слоёв, благодаря которым я и выросла. То есть это такой стал триггер для моего развития, а на что я вообще способна, на какую высоту я способна запрыгнуть. И вот сейчас, возвращаясь уже назад, я понимаю, что все мои отличия, они всегда были в каких-то душевно-духовных, что ли, качествах. То есть я отличалась от той среды детей, в которой я находилась. И, возможно, у меня были такие некие качества высокодуховные, которые меня отличали от той среды, в которой я находилась. Поэтому, когда я попала в свою среду, произошло моё раскрытие. Да, это вообще очень удивительный факт, потому что тему высокофункционального аутизма я изучаю, и у меня есть свои даже методики по лечению аутизма. И бывает, что некоторые дети, не все, на сегодняшний день выходят из аутизма. Но когда мы говорим о взрослом человеке, который имеет такую проблему, то вот здесь у нас очень много ещё таких открытых вопросов, которые не исследованы. Но так сложилось, что я не дотянула до этого статуса. Всё-таки я, может быть, где-то надломилась и пережила очень большие, скажем так, страдания в силу того, что всё-таки не получилось войти в это поле, где было бы совпадение, как вы говорите, статуса и социального статуса в первую очередь. Это сословие, да. То есть это, конечно, очень сильно повлияло, но... Называлось сословие, да. Да, но в жизни это очень сильно мне помогло именно достигать. И до сих пор для меня, мне кажется, на всю жизнь это останется очень большим триггером, почему я пошла писать диссертацию, почему я хочу получить учёный статус. То есть для меня это, скажем так, некий триггер, который позволяет мне развиваться дальше. И, безусловно, очень жизнь у меня так интересно складывалась, что вот из самых-самых низов полностью самостоятельно, самодостаточно я вот скарабкалась туда, где я сейчас нахожусь. И на удивление никто мне не помогал. То есть я это сделала самостоятельно. Вот. Поэтому очень часто мы говорим про какие-то родовые программы, которые влияют на наше поведение, которые, по сути, формируют нашу судьбу. И даже то, как будут складываться наши отношения, и даже то, как в этих отношениях наш партнёр будет развиваться, он будет регрессировать или прогрессировать. Тоже зависит, да. Казалось бы, от этих родовых программ, с которыми мы вот рождаемся. И всегда у меня была задача, а возможно ли переломить эту ситуацию? Возможно ли как-то изменить эти родовые программы? Возможно ли полностью выйти из тех программ, которые уже существовали по роду? У меня очень неблагополучные, ну, к сожалению, программы. Очень много было жестокости, алкоголизма и всего того, что разрушает человека как Личность и его здоровье в том числе. Возможно ли изменить это и выйти на тот уровень, когда я сама творец своей жизни, своей реальности, да, и я формирую новые программы для себя и свою судьбу уже так, как я этого хочу. То есть, да, нами руководит наше бессознательное. Часто мы идём по этому пути, не осознавая, но как только мы начинаем осознавать глубинно все программы по роду, в том числе, кстати, социальные тоже, потому что очень много социальных программ, которые мешают нам достигать тех целей, о которых мы мечтаем. Вот как мы только начинаем эти программы осознавать, то мы выходим на такую линию жизни, когда мы способны менять свою жизнь так, как нам хочется, и в ту сторону, ну, собственно, ставить цели, о которых мы мечтали, и достигать их. Потому что всегда я мечтала, безусловно, построить такие гармоничные отношения и всегда задавалась вопросом, существует ли настоящая гармония, баланс в отношениях, которые способны исцелить все эти травмы и действительно запустить процессы самовосстановления и самоисцеления в организме. Потому что вся моя рефлексия всегда была направлена на то, чтобы из полного нересурсного состояния, в котором я находилась и кучей проблем со здоровьем, выйти полностью в ресурсное здоровое состояние. И, кстати, мы с вами встретились, вот хочется тоже поднять такую тему, в комментариях познакомились, под видео одного известного, популярного психолога. Мне очень понравились ваши комментарии, они мне были очень созвучны, они реалистичны, потому что вот ныне популярная психология, она, мне кажется, очень сильно отталкивается от классической психологии, и всё-таки это больше про способность монетизировать какие-то свои продукты и давать ту информацию, которая людям нужна и которая их цепляет. Не всегда это про реальность, это не всегда про то, что может быть на самом деле. Потому что когда мы пребываем в некой иллюзии, очень сложно в этой иллюзии понять, а в чём подвох, почему не складывается что-то. Когда мы приземляемся на Землю, когда мы понимаем реальность, то оттолкнуться от этого намного проще. И вот тема такая ключевая, которую мы с вами затронули, это как быть женщине, допустим, которая уже была в браке, у которой не сложилась жизнь семейная. А если ещё сюда, допустим, добавить, я же тоже была в браке, а если сюда ещё добавить, в целом она выходит из не очень благополучной среды, и у неё есть уже бэкграунд, дети, да, насколько ей легко найти партнёра вот в такой вот ситуации. Спич-то был, заслушаешься, как говорится, да? Да, я вот, да, я как начинаю, так... И в нём очень много было вопросов, одновременно ответов, одновременно опять вопросов, одновременно опять ответов, но это были и вопросы, ответы личные твои, да? Вот, как ты считаешь? Ну, я сейчас не для спора говорю, просто любые ответы, они имеют место быть. Это мнение экспортное, да? Как и на любой вопрос, который не является законом в этой жизни. Законом у нас известно только и обладают точные науки, да, законами, которые вот уже приняты, вот яблоко падает вниз Ньютона на голову, а не летит куда-то в космос, да? Вот, про это мы можем особо не говорить, хотя даже кто-то пытается и законы на сегодняшний день там пересматривать или как-то модифицировать. Вот, что касается тебя? Ну, начнём, наверное, с конца или с начала, с детства, или с как женщины устроят свою личную жизнь, имея в бэкграунде несколько детей и предыдущих отношений. С чего мы начнём? Я думаю, что как раз поэтапно и начнём. Ну, этапы разные. Если начинать с твоего детства, как мне кажется, ну, мы друг друга не знаем, я не занимаюсь темой аутизма, у нас одна сотрудница занимается этой темой, вот, задержками, да, развития. Очень такая грамотная. Кстати, мама трёх детей уже тоже в 30, 37 лет. Вот. Как я понимаю, аутизм – это какая-то задержка, развитие, да, определенная. Она имеет разные причины и разные последствия, да. Мне кажется, возможно, аутизм был, ну, если он был, естественно, я не в курсе, но если он был, в той форме, что это было какое-то протестное, детское протестное поведение, поведение нашего мозга и всего организма в частности, в том, что ты закрывалась в себе. Это были закрытые двери, потому что то, что творилось снаружи, скорее всего, твое детское «я» не устроило. То есть, как говорят, люди начинают терять слух, потому что не хотят чего-то слышать. Ну и так далее, да? Ну, есть такое мнение, к сожалению. Да, да, да. Возможно, здесь было это, но надо понимать, что ты была ребёнком, и это происходило абсолютно несознательно, это происходило бессознательно. Дальше, так, галупом по Европам, как говорится, да, вот ты росла в такой не очень хорошей среде, в которой был алкоголизм какие-то у родственников ближайших и какие-то нарушения твоего психологического пространства в негативном смысле слова, то есть, психотравмы детского момента. Кто-то пил, кто-то бил, кто-то ругался, ну и так далее. У ребёнка много претензий, обычно, к своим родителям, если покопаться. Ну, это отдельная тема, выход и так называемая проработка, хотя я очень не люблю эту термину прорабатывать, но его все применяют, и я так скажу, вот этих детских психограмм. Значит, что у тебя было? Ты находилась в этой среде, копилось недовольство, да, потому что, возможно, в генетическом коде, в твоём персональном, мы сейчас не будем брать генетику, да, и наш набор геном, да, у каждого он свой, и это надо идти в генетику, понимать, как это всё формируется, что за что отвечает. Ну, несколько тысяч генов отвечают за разные черты и внешности, и внутренности, так чтобы попроще было человека. Вот, у тебя геном вот сложился такой, скажем, ищущий, да, то есть ты та самая лягушка, которая не хочет сидеть на этом болоте, булькающем, да, видимо, ты оценила это так когда-то, в детстве своё окружение, и ты захотела получить как минимум корону, ну уж лягушка, хотя бы лягушка-царевна, понимаешь, да, и пошла, видимо, всеми правдами и неправдами, через боли, через тернии, к этим самым звёздам. Что для тебя являют звёзды? Цели, которые ты поставила. Может быть, опять же, не до конца, неосознанно на цели там обучиться. Почему тебе нравилась медицина? Ну, я не знаю, но нравилась. Да. Отличная. У меня как бы деды, все были медики, я знаю, что это такое. Медицина, сам её очень люблю, благо среда такая была медицинская, ну, окружала, потому что дедушки были такие достаточно высокопоставленные медики, но в той среде профессора тоже, и так далее. И я вот в этой среде всё время крутился. Ну, и медика из меня не получилось, но получилось что-то рядом. Биолог, психолог, а это всё-таки естественные, гуманитарные науки, близко всё. Вот. Поэтому что случилось с тобой? Ты пошла учиться, чтобы выскочить, вылезти, выбраться из этой среды, да? Одновременно твой протест, а твоё протестное настроение было очень мощным, как я понимаю. Это я сейчас комментирую, исходя из тех скудных знаний, что ты мне вот подкинула для, как пищу для моих мозгов, для оценки той ситуации, что у тебя была. Так вот, твой протест закончится на том, что ты просто сбежала из семьи, не только в институт, но и, видимо, в первый брак. Если у меня первый брак случился, я считаю его ранним, когда мне было 26 уже, у тебя, насколько я знаю, 19. 19, да. И у меня есть несколько моих живых примеров, причём эти примеры прошлого года, пациенток, девочек, вот примерно похожи. Тоже медики, только немножко в другом направлении, тоже ранний брак, ещё там пораньше было 17, 18, тоже двое детей, тот же возраст на сегодняшний день, 33-34 года, и, к сожалению, большая проблема в построении взаимоотношения. Неудачный первый брак, как положено, извините, я уже буду говорить вещи своими именами называть, как положено, потому что это брак не по светлым чувствам, как правило, хотя все говорят да. Нет, в основе таких браков лежит протестное настроение, и первичная эмпатия, первичная влюблённость, ну, по каким-то принципам внешним может быть, картинка, чаще всего внешняя картинка, возможно, поведенческие паттерны у человека по отношению к тебе, вот ты сбежала, ты сбежала из неблагополучной среды в какую-то среду, которая тебе на тот момент посчиталась, показалась... Она была чуть лучше, лучше, да. Плюс там в тебе начала жить женщина уж, не знаю, худо-бедно, по крайней мере, дети рождались... Худо-худо-бедно. Худо-бедно, да, как правило, это как бы... Ну, опять же, в порядке вещей, потому что не всё даётся от рождения человеку. Как бы страстность, оргазмичность даётся, но этому всему надо раскрыться, особенно женщине. У мужчины это проще, вот он вообще более примитивный организм, если так, пускай меня мужчины простят, и я сам себя прощу, но он более примитивный, он заточен на весьма примитивные вещи. Я беру природу. Если копнуть глубже туда, в нашу примативность, так называемую, к нашим предкам, высшим приматам, то самец там для определённых функций, самых примитивных, да, охрана, осеменение, и, в общем-то, всё. Даже пища там... А сейчас хотят, чтобы самец обслуживал. Да, а у женщины, у самки у неё много функций, у неё функция, прежде всего, рождение и выращивание, это же длительное время, как правило. У нас за год дети не вырастают, к сожалению, не знаю, как есть. Выращивание, прежде всего, обучение, то есть, это много, много, много. Самец часто принимает участие у разных видов животных, но у приматов это всё-таки вот те функции ограниченные, о которых я сказал. Вот, поэтому ты ушла в ту среду, которая на тот момент казалась для тебя более приемлемой, скажем так. То есть, вот ты сказала, всё, я не хочу, я пошёл. Ну, пошла и пошла. Дорогу осилит идущий. И так оказалось на этой дороге. Был такой писатель американский, шикарный, я его очень люблю, о Генри. И вот он в одном из своих романов, он назывался, он, дороги, которые мы выбираем, сказал сакраментальную фразу, дело не в дорогах, которые мы выбираем, а в том, что внутри нас толкает нас выбрать именно этот путь или дорогу. То есть, вот, если, опять же, вернуться к тебе, что в тебе что-то тебя толкнуло вот к этой самой короне на голову лягушки, да, пока ещё тогда лягушки. Ну, я так понимаю, что ты себя, наверное, такой ощущала, находясь в этой среде, но очень хотелось из нее выбраться. То есть, был такой суперцель. Суперцель рождает разные мотивации для движения. Ну, вот у тебя первая была такая. Может быть, частично неосознанно подвернулся человек, и ты оказалась с ним. Ну, не буду говорить, что я кое-что немного не в пределах этой студии знаю о тебе, да, но я так понимаю, что брак оказался не очень удачным. Ну, не будем мы его как-то характеризовать, да, как правило, вот эти юношеские браки, они редко, к сожалению, статистика, редко заканчиваются удачными. Удачным каким-то, ну, концом, если так можно сказать, ну, какой-то конец. Ну, скажем так, юношеские браки редко переживают 5-10 лет. Почему? Особенно сейчас. Раньше были другие цели, ведь цели, как бы, те, которые, ну, принято считать, 91-й год, он как бы такой рубеж, да, между функциями и целями базовыми брака, и сейчас. Почему? Потому что мы вошли в другое общество, другое общество формирует другие отношения, другие цели и так далее. Вот. Если раньше, ну, вот вышла замуж и живешь. Куда бедно, бьет, значит, любит. Ну, и так далее. Если что, я в партком напишу, там, правком, его там... Разводиться было стыдно? Прошерстят, но в госструктурах, которые я неплохо знаю, советских, не принято было разводиться, там вообще ты мог слететь с должности, это причем совершенно серьезно, в партийных, допустим, чекистских кругах, различных хозяйственных, высокостоящих должностях, это было не принято, это считалось мавитоном. Вот. То сейчас и функции-то у брака были базовые, вот если мы пройдемся по трем хотя бы базовым функциям семьи, которые были до 91-го, ну, так называется 91-й год, плюс-минус несколько лет. Первая была хозяйственно-бытовая, это вот мы строим дом, квартиру, мы в ней живем, варим гречку, суп гороховый, и вот вторая функция репродуктивная, мы детей строгнем. А что еще делать-то? По ночам. Вот. И третья функция была воспитательная. Этих детей мы воспитываем. Ну, так принято, так было у дедушек, так принято было у бабушек, у прабабушек, и вот так мы и жили в этих условиях. И вдруг случился 91-й год, ну, грубо говоря, сексуальная революция. Ну, грубо говоря, она, правда, была и после Великооктябрьской социалистической революции, это самая сексуальная революция, и там интересно вспомнить такую шикарную женщину в истории Советского Союза, как Александр Калантай, посоль Советского Союза в Швеции. Был даже такой фильм старый, не помню, кто режиссер, посоль Советского Союза. Вот это про нее. Вот. очень красивая женщина, и у нее было что-то несколько десятков браков на тот момент. Один из мужей был Александр Дебенко, это председатель БАЛТ, нашего Балтийского сообщества моряков, вот, расстрелянный в 37-м. Но не важно, вот она говорила, что заняться сексом в нынешнее время, это как выпить стакан воды. Она говорила, она дочь царского генерала и дворянка. Сейчас случилось примерно то же самое. Итак, функции после 91-го года семьи, это функция эротическая, это получать удовольствие от секса и от партнера. Вот это было основной причиной сейчас эротическая. Мне достаток. Вторая функция, значит, она психологическая и третья эмоциональная. То есть, мы друг друга поддерживаем эмоционально, мы обязаны друг друга понимать в паре, сочувствовать, разделять, поддерживать и получать удовольствие, что самое, одно из самых важных вещей. Не детей строгать и не воспитывать. Ну, случилось хорошо. Понятно, да? Только ту семью называли старой традиционной семьей, а сейчас порядка десятка форм так называемых отношений, начиная с гостевого брака, кончаясь свободными отношениями. Это где оба считают, что могут привлекать в эти отношения, это официальная форма, так она называется, свободные отношения других людей, любовников, назовем как угодно, партнер и он и она. Это отношения свободные. Они не регламентируют вот эту вот супружескую верность, так называемую. То, о чём тоже мы достаточно много говорили. Тема очень интересная. Вот, что касается тебя, значит, вот получилось двое детей, ну, хорошо, люби девочки, насколько я знаю, да? Кстати, очень интересная тема, почему одного человека, там, мужчина, неважно, или женщина, рождается одного пола детей. Очень интересная. Я почему и заинтересовался, у меня четверо девочек. А хотелось мальчика, наверное, да? Сейчас хочется, скажу по секрету. Вот, и сейчас хочется, да. Но всё-таки пол уже зависит Это нормальная мужская психика, наследник должен быть, кому меч и доспехи передать. Ну, это я сейчас немножко, как бы, высокопарно говорю, но, по сути, это так. Это так. Так вот, жила ты в этом браке сколько лет? Семь. Семь лет. то, что я говорил, пять-десять, да? Ну, и потом решила поменять брак, который уже что-то не давал. Да, получается, я сейчас так как бы... Он не давал с самого начала и как раз таки... Ну, казалось, что будет давать. да. Не давал с самого начала, а дети получились, это как якоря, и здесь много якорных нюансов было, видимо, у тебя на этом браке. Однако, случилось что? что-то, что случилось, что ты поменяла эти отношения на какие-то более возвышенные для тебя, насколько я знаю, более духовные, более романтические, возможно, на любовь, да, по-моему, это духовность, да, в основном. Да. Но для тебя это было, как тебе сказать, тебя пустили, если я так могу сказать, пустили определенный круг. Тот человек, которым ты испытывал, и он, наверное, к тебе испытывал вот эти чувства, было с другого круга, совершенно другого. Да. С другой среды, почему мы и начали эту тему вообще несколько минут назад как бы штудировать. И он, как бы для него, это было, видимо, естественно. То есть, он дал тебе маячок, что ты своя, вы знаете, свой-чужой. Определение вот на военных целях очень часто стоят вот эти вот приборы, которые определяют, кто там самолет летит, свой-чужой, или кто. издали. Вот он тебе дал маяк, что ты своя. Может быть, это под влиянием какой-то вот влюбленности. Ну, мужчина тоже бывает не только у женщин. И даже, наверное, чаще, чем у женщин. Женщины, они все-таки по природе более рассудочные. Все-таки. Они эмоциональные, но с другой стороны они рациональные. Я говорю, рассудочные, в смысле рациональные. Особенно у женщин взрослых. Хотя они живут, считаются в правом полушарии, эмоциональным больше. Их там как бы. Ну, это так, как физиологи и психологи делят на левый мозг наш и на правое полушарие. Женщинам досталось правое эмоциональное, мужчинам левое рациональное. Ну, повторяю, я сейчас не про рациональность, я говорю вот про такой, какой-то опыт жизненный определенный, багаж. И вот этот человек дал тебе маяк, что ты своя. И ты с удовольствием поняла, что, о, да это то, что мне надо. То, что мне нравится. На самом деле я всегда рефлексировала, как я, как врач, имея там определенные заболевания, у меня было аутоиммунное заболевание, я всегда рефлексировала к симптомам своего тела и организма. И то есть для меня именно симптомы моего тела это был лучший индикатор вообще того, по тому ли пути я иду. проживая 7 лет в браке, я ушла в глубокую депрессию, я, вот как раз у меня появился это аутоиммунное заболевание. То есть я стала... В браке? Да. Я стала... Не из детства, ты же говорила, вроде бы из детства. Нет, аутизм это одна тема. А, аутоиммунная. Да, к этому еще присоединился аутоиммунный тиреодит. Я просто понимала, что я абсолютно не испытываю это все мои эмоции, они были заморожены. То есть я действительно ушла в депрессию, я вообще не видела смысла даже жить. То есть у меня такое вот было упадническое состояние, упадническое настроение, потому что на самом деле вот эта вот яркость, чувство, она мне была знакома. Я, это мое личное такое убеждение, я могу ошибаться, но люди, у которых есть аутоспектр, они очень чувствительные, сверхчувствительные. Этого сенсорная чувствительность, она у них присутствует. Это я могу сказать даже по опыту работы с детьми с особенностями. То есть они настолько чувствительны, что они даже чувствительны там громкому шуму, к многолюдным местам, к человеку, его энергетике. И вспоминая свое детство, когда я стала работать над собой, и мне очень сильно захотелось вылечить свое это аутоиммунное состояние, да, так как я лечу других людей, и, безусловно, я хотела быть здоровой. То есть я, как врач, которая лечит других людей, в первую очередь должна помочь себе. То есть я отталкивалась всегда от этого, потому что моей задачей было действительно помочь людям. и почему я пошла в медицину и стала заниматься таким альтернативным направлением, да, внесистемным. Потому что у меня было искреннее стремление лечить неизлечимые заболевания. Именно найти вот этот подход к лечению неизлечимых заболеваний. У меня в голове не укладывалось тот факт, что заболевание может быть неизлечимым. Я была убеждена, что всегда есть ключик к любому организму, к любому человеку, к любому заболеванию. Я это искала. То есть у меня вот такой исследовательский ум, пыл и, собственно, вот как бы соответственно для себя я эти ключики тоже искала. Так вот, вот эти вот ощущения, которые у меня были в памяти, я их проживала в детстве, уходя в себя и погружаясь в себя. Я полностью выходила из реальности, погружалась вглубь себя и испытывала вот это вот состояние блаженства. Вот этих я, вот такого, не то чтобы это какие-то яркие дофаминовые эмоции, это было такое ровное, умиротворённое состояние, когда вся боль растворяется, физическая, душевная и тебе действительно становится хорошо. Этот стимул был для меня вообще по жизни, чтобы вот эти ощущения, вот этот свой внутренний мир реализовать вовне. И, собственно, я этим и занималась. То есть, это был самый, наверное, не деньги, не статус, не популярность, не медийность, а именно вот эти вот ощущения, которые я испытывала в детстве, которые меня исцеляли, которые мне помогали переживать жестокость по отношению ко мне, а я, можно так сказать, ну, всегда была на грани смерти в детстве. То есть, я приходила домой, я проживала, что вот сегодня, не дай бог, мать в состоянии эффекта, ну, вот состояние эффекта, человек не может управлять своим состоянием, начинаются жестокие побои, и вот я каждый день проживала вот эту маленькую смерть, маленькую смерть, единственное, что меня спасало, это я уходила в себя, разговаривала с Богом, молилась, и внутри себя я находила вот это умиротворение. И вот именно это состояние я искала всегда, всю жизнь, и оно стало вот этим мощным двигателем моего движения, и, соответственно, всё, чего я искала, это, ну, одним словом, настоящая любовь. Вообще, вот и красиво, настоящая любовь. Настоящая любовь, да, есть ли она, эта настоящая любовь, есть ли вот эти ощущения, вот это чувство, которые я испытывала, которые мне помогало восстанавливаться в детстве после тяжёлых физических побоев. Это были не просто подзатыльник, это были жестокие физические побои. И вы представьте себе сильнейшая физическая, душевная боль, которая полностью растворяется в этих ощущениях. Бывает ли такое? Ну, ты уже сказал, что бывает. Вот, в том-то и дело. И что это? В данном случае мы будем немножко знахарями, а я не люблю знахарство. Вот, мы можем только твой случай попытаться разобрать, как это было. Я вообще практикую как консультант в системе разумный мир, вот такая. Был такой психолог лет 20 назад, Александр Свияш, известный, кстати, он с женой, со своей, с Юлей, по-моему, работал. Сейчас где-то он мелькнул по телевизору, я его видел, но уже такой, застаревшийся. Вот, у него была выдумана такая хорошая система, выдуманная, говорю, только с положительной точки зрения, как разумный мир. Вот он попытался ко всем явлениям, которые с нами происходят, вот обобщая. Я не люблю обобщение, я говорю, человек очень конкретный, всегда говорю, надо слушать конкретного человека, почему не очень отношусь к Инстаграму, потому что там одни обобщения. Ну, не могут быть обобщения, обобщения касаются только законов, то, что я говорил про Нью-Тону, яблоко всегда упадет на голову, но другого не придумано. Вот, а все остальное очень персональное, поэтому надо понимать, когда там дают вот эти инстаграмовские затейники, они же психологи, я так немножко ерничаю, но я просто сейчас сам уже полгода в Инстаграме, да, но вот то, что я там увидел, меня регулярно как бы бесит, вот так скажем, по-мужски. Меня регулярно бесит, отсюда очень много негативных комментариев, но я с удовольствием воспринимаю людей как бы грамотных достаточно. Вот там есть несколько человек грамотных, которые я воспринимаю вот как коллег и как разумных людей, которые пытаются может говорить обобщенные вещи, но они имеют на это право в целом. Есть все-таки вещи, которые мы можем обобщить. Вот, я не буду сейчас говорить фамилии, наверное, это не надо, если надо будет, я их могу назвать. И наоборот. Те, которые обобщают, вот то, что меня бесит, как я сказал. Достаточно агрессивно обобщают. Они ангажированы обобщают. Ангажированы. Вот в чем, вот ту предысторию, которую ты указала, когда мы познакомились, там один, как ты его назвал, известный психолог, а я его называю известный коммерсант, потому что он для меня не психолог, хотя что-то так себя позиционирует именно как психолог. Я думаю, что у него нет ни одной монографии реально, как у любого грамотного психолога, ну, на тему тех вещей, о которых он говорит. Ну, ладно, этому я сейчас не буду заходить в глубину. Так вот, он сказал совершенно такие вещи, которые абсолютно ангажированы. Вот, что касается, задала ты вопрос про женщину с детьми, может ли она выйти там замуж или устроить свою личную жизнь, он сказал, да это вообще нормально. Это легко. Это легко, любой, любой, опять, вот эти вот вещи, названия, термины. Любой достойный, настоящий мужчина. Да, я говорю, осторожнее с терминами. То есть остальные... Это осторожнее, потому что мы не уголовный мир, но все равно с терминами. Давайте определимся с терминами, прежде всего, и с понятиями, да, о чем мы говорим. Любой вот этот самый достойный, настоящий ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, мужчина, в норме встречая женщину с детьми и от предыдущих отношений, просто будет рад на ней жениться. Но самого история, естественно, другая, он там, сейчас сплетничать не хочу, три раза был в браке, этот человек, и у него ни разу не было женщины с детьми, у него все были как бы свои в этих отношениях. Но неважно, мы сейчас обсуждаем, что не всегда и не везде, и все по-разному. И я дал длинный комментарий, на который ты отозвалась, именно исходя из тех реальностей, с которыми я работаю. Там было очень много отзывов, я получил там сразу за пару дней на этот свой комментарий 200 подписчиков, дополнительных, положительных, то есть, как бы оценили которые, мои комментарии, а он был рациональный. Я там говорил о том, что да, это можно, но все зависит и от женщины, и от мужчины. Опять же, я сразу выводил за скобки, может быть, это неправильно, но я попробовал вывести такие слова, как любовь, влюбленность и крышу снесло. Потому что крышу снесло, мы не контролируем сознанием, нашими большими полушариями головного мозга, контролируем наше поведение, у нас там зашкаливает все гормоны, которые можно и которые нельзя, как говорится, нас несет вдаль светлую, мы поем под луной, и это прекрасно. А давайте дальше, все проходит, все ослабевает сила вот этих влечений. И что мы получаем в итоге? В итоге, повторяю, не только в своей личной опыте, говорю, у меня, кстати, второй брак, вот я тоже взял женщину с ребенком, семилетним, причем даже отбил ее мужа, ведущегося, так можно сказать. Вот, ну, сейчас этот ребенок уже, как я говорю, уже ребенок, уже имеет своих двух детей, но неважно. Значит, ситуация такая, что дети у женщины, ну, я не буду говорить к сожалению, но вот есть такой, был, точнее, такой психоаналитик, Карл Густав Юн, у него были круги ценностей, так называемые, диаграммы, да, а мужчины ценности в этой жизни, ну, это было сто лет назад, но все-таки, круги ценностей, круговые диаграммы, кольцами, исходя из центра, мужчина и женщина. И вот в кругах ценности женщины, на первом месте всегда была она, в центре, это и для мужчины, на втором месте у женщины, кто бы, Левичка, думали? Муж. Да, партнер он это называл, партнер, на третьем месте это были дети, на третьем месте, потом работа, родители, друзья, хобби и так далее. У мужчины на втором месте кто бы? Работа. Работа, ну, Лилия, просто гений. Вот, значит, да, на втором месте у мужчины работают, потому что мужчина реализовывает себя в работе, а женщина реализовывает себя в семье, партнере и дети. Вот, на третьем месте партнер у мужчины, партнерша, и уже дети, там, четвертое место, потому что для самца дети, ну, это, может быть, гордость, может быть, наоборот, они вот сбегают, а вот что-то суетятся, утомляют, ну, по-разному, люди разные. Но база, вот Юнг, Карл Густав Юнг сказал так, но в сегодняшнем мире все равно женщины, ну, в подавляющем большинстве заставляют на второе место после себя, иногда на первое, но я о работе вообще не говорю, но детей, детей, работа, это вообще темное лесо, о котором можно говорить отдельно, это действительно веяние, просто флаг времени, женщин, флаг, отсюда и феминизация, отсюда и борьба там за права, и таким женщинам там много сложнее. Лиль, давай пока не будем брать эту тему, она действительно большая, очень интересная, очень интересная, может быть, это отдельная, может быть, даже передача именно на эту тему современного мира, куда он развивается, куда он котится, как говорится, и почему так происходит. Мы в данном случае говорим о приоритетах, да, так вот женщины выставляют на первое место иногда, даже вместо себя, или на второе детей, и, естественно, и энергию, энергия обобщенная, понятие, я не буду измерять ее в джоулях, как в физике, ну, понятно, что такое энергия, деньги – это тоже энергия, это материальная энергия, это временной, временная энергия, это энергия заботы, энергия, опять же, времени, временного влага, который ты уделяешь чему-то или кому-то, и так далее, уход, так вот, большинство женщин это будет всегда выставляться в виде приоритета детям. К сожалению, к счастью, не буду я давать оценок никаких. Дети, мужчина оказывается в таком положении уже где-то как бы, ну, на вторых, на третьих, на каких ролях, если посчитать, на третьих, наверное, после детей и ее самой, а работу мы еще можем вперед пропустить, мужчины. Получается, вот если очень говорить утрировано, что многие мужчины, особенно, которые обладают низкой самооценкой, а сейчас таких очень много, у которых заложен большой негативный опыт в прошлом, у которых заложены комплексы определенные в детстве. То есть, все-таки процент достаточно большой. Они, большой процент, они считают, что они оказались, их обманули, их обманули, они финансово придавали. Вот мы что-то на работу же ходим, а там какие-то копеечки зарабатываем, может, не копеечки. Ты принеси, ты доставь, ты посиди, ты еще что-то сделай. Вот это вот, я утрирую специально. Ну, наверное, так будет доходчиво. И получается, с точки зрения вот этого мужчины, обладающего низкой самооценкой, который, может быть, должен был бы изначально поговорить об этом всем, как минимум, и расставить точки над их, у кого какие ценности. Потому что, как говорится, для меня любовь забава, а для тебя страдания. Вот вам налево, а мне направо. Ну, и до свидания, как в той самой старой песне советской. Вот. А он не поговорил. Вот у него случилось, щелкнуло, он женился, и? И хорошо, если мудростью, энергией, как я говорю, мозгов, вот есть у меня такой термин, женские мозги, это не обучение в вузах, это вот пластичность, гибкость, умение быть шеей, да, как говорят люди, шеи отношений, такой доброй шеи, да, хватает на этого мужчину, этой женщины. Вот, когда мы с тобой говорили на тему, ты, жена, говорила, что меня-то хватает, несмотря на трех детей. Меня-то хватает, я там вот Миша, Миша, это твой супруг сегодняшний, когда приходится, значит, работа, я вся вокруг него, как змея, пусть вокруг древа, вот, желания, и душу его, как говорится, я шучу. Ну, мне было приятно это слышать, ну, за Миша, так, мужская солидарность. Ну, вот он как раз-таки и выстроил эту иерархию, он пришел со словами, что я здесь главный, я веду отношения, я решаю. А я просто согласилась с этим. В таком случае, я всегда говорю, собака лает, не согласиться. А караван идет, понимаешь, караван я покажу на тебя. А собака уж, извини, кому досталось термин. Ну, понимаем, да, мужчина, говорят, должен быть чуть умнее и красивее гориллы, да, и ему мозгов много не надо. Нет, мозги приветствуются, потому что уважение женщины, это дорого стоит. Это одна из базовых двух-трех рэперных точек, на которых мужское удовольствие в отношениях базируется. Это вот уважение, причем не показное, а настоящее. Да, настоящее. Уход за мужчиной. Ну, вот не подай принеси, а вот это обволакивание, кокон, и секс. Ну, если вы еще в репродуктивной форме находитесь, ну, репродукция, я имею в виду не рожать детей, а заниматься приятностями. Бояться, у женщины очень у многих есть страх, довериться мужчине, не контролировать ситуацию, потому что по опыту могу сказать, именно общение с женщинами, женщины пытаются контролировать ситуацию, контролировать отношения. И, соответственно, она лишает мужчину чувствовать себя главой семьи, и лишает мужчину. Опять обобщаешь, поэтому женщина, мужчина, опять огромная тема, моя тема, я все время мне говорил, вот эта гендерность сегодняшняя, да, кому что досталось, кто за что боролся, тот на то и напоролся, вот, и какие складываются у разных психотипов, да, сегодняшних, вот психотип – это сражение… Но есть же общее положение иерархии, оно общее или оно все-таки частное? Нет, оно сейчас очень мозаично, очень мозаично. И как это влияет на стимуляцию тех же гормонов счастья? Причем вот ту тему предыдущую сначала. Так вот, очень многие мужчины, и мои пациенты, и мои друзья, и мои знакомые, которые не в браках, да, и не в отношениях, ну, там есть отношения какие-то, они говорят, мне, красивое слово называют, важна свобода. Но это действительно для многих сейчас, ну, такая, фетиш такой, свободный, да? Это неплохо, нехорошо. Можно быть, кстати, свободным и в отношениях, но с оговорками, конечно, с большими. Свободным в смысле, вот, куда хочу туда, и врачу там, конечно, надо делать ссылки, что ты не один. Ты уж извини. Но быть одному всегда свободнее, чем быть в отношениях, да? В серьезных, я имею в виду, отношениях. И здесь дело выбирать каждого. Так вот, боятся-то чего многие, так, если поглубже копать, они боятся, что им не хватит женщин. И многие клиентки, в комментариях, кстати, написали, что да, как только я объявляю, что у меня трое детей от предыдущего брака, или двое, кавалеры испаряются. Только что они мне говорили, комплименты в куче. Только они лезли целоваться, только у нас был эротик, что называется, и вдруг эротик пропал. Никто не готов воспитывать, или никто, я сейчас обобщаю, это ты понимаешь, почему. Очень многие, хорошо, так будет правильно, не готовы воспитывать чужой генетический материал, а на него все равно придется выделять время. И ресурс придется выделять. Тебе, мужчине, придется выделять. Ты уж извини. Ты, конечно, можешь их не замечать, но женщине будет это как-то не очень. Она захочет, чтобы ты все-таки с ними как-то, хотя бы по-товарищески был. Хотя бы, уж там полного отцовства не знаю, хотя вот мой пасынок, допустим, он взял мою фамилию. И вся его семья сейчас с моей фамилией. Не ту отцовскую свою старую, которая у меня была, а мою. Сказал, что у нас в семье все Кочетовы, я тоже буду Кочетовым. Ну, вот так. И это, наверное, хорошо, мы с ними друзьями были. То есть, ну, вот как мужчины с мальчиками по рыбалке, грибы, все это чистить, как это все называется. Ну, вот какие-то такие отношения. Хотя он много времени проводил с бабушкой там. Кстати, нам нашим отношениям с супругой давали определенную свободу, так сказать, да, высылая ребенка от первого брака к бабушке. Ну, это уже тоже лирическое отступление. Так вот, чего боятся мужчины, да? Они боятся то, что женщин на них не хватит. Это очень обобщенно. И все дело в ресурсе, в энергии. Женщины на них не хватит. Женщина будет отдавать себя детям, потом только ему. А здесь это все что-то бегает, мешает, не свое. Ну, к своему относишься, знаешь, пускай дерьмо, но свое, как это шутят многие. Вот. А здесь вроде бы и не свое. И неизвестно, что там, какие отношения, как сложатся. И когда мне говорят, все зависит от тебя. Нет. От многих очень обстоятельства зависит. От очень многих. Конечно, дети считывают отношения мужчины и женщины, то есть родителей. Или отчима, к примеру, и матери, да? Они всегда сравнивают, если еще помнят отца, они всегда сравнивают отношения отчима с отношением отца. И, соответственно, отношения матери к этому мужчине. Они всегда сравнивают. Бессознанно. Они всегда это будут проецировать на свою будущую жизнь. в виде либо уподобления, либо прямой конфронтации. То есть, что угодно, но у нас будет по-другому. Вот. Вот чего боятся мужчины у женщин с детьми. И, конечно, это проблема. Ну, что мы будем говорить? Не надо занижать свою самооценку. Просто надо понимать, что у тебя есть определенный багаж от предыдущих отношений. У мужчин тоже бывает багаж. Ну, дети-то у них есть. Но, как правило, эти дети живут с матерью. С мамой, да. И как бы он свободный орел, свободный казак. Ну, даю там деньги. И она встречает себя раз в неделю. Ну, и что? Ну, как правило, женщины это еще и понимают, между прочим, умные женщины. И приветствуют. Он показывает себя как хороший отец. Он не бегает от алиментов. Он встречается с ребенком. Он коммуницирует от первого брака или от какого-то. Вот. И это показатель, кстати, для женщины. Потому что вот мне многие задают вопросы. Ну, а вот у него тоже дети. Он, типа, там тоже будет свою энергию отдавать. Я говорю, они не под ногами вертятся, как ваши. Они не мешают практически. Они где-то. И это огромная разница. Значит, может ли женщина? Да может. Но она должна быть настолько привлекательной. Она настолько боязнь. Он сейчас это обязательно должен сказать. Настолько мужчину. Ведь женщина дает часто и чаще всего, скажем так, горизонты полета мужчины. То есть, если мужчина влюблен или любит, это первое. Это уже не стоит никуда выдавать. Хотя бы у него есть физиологическое влечение. Это тоже очень много значит. А женщина своим присутствием в его жизни дает ему эшелон. Кем бы она хотела бы его... Ну, грубо говоря, видите, я сейчас говорю утрированно. Ты или работай, ну, опять же, пускай не обижаются дворники, дворником, да? Либо давай-ка подумаем, что мы можем сделать и как тебе продвинуться. Вот у тебя здорово получается. Я вижу. Что-то там. Что неважно. Пилить, колоть, думать, говорить, охранять, придумывать, да, чего-то. Куда-то... Поняла, да, о чём? То есть, женщина, на самом деле, очень сильно не только мотивирует мужчину, она ему где-то, как перст указательный, очень часто, не тыча из подволь, она его ведёт куда-то, да? Я вот такая. Вот я, смотри, какая красивая. Я вот... У меня есть привычки. Вот у меня колье бриллиантовое. Опять я специально перегибаю палкой, чтобы было доходчиво. А у меня от... бельё там дорогое, платье от кортия там, да? Что-то это дом моделей, может быть, не тот сказал. Ну, понятно, да? Знаешь, я с тобой. Ты мне очень нравишься. Ну, вот ты бы не хотел бы как-то поднять наше общее благосостояние и моральное, и физическое, и материальное на другой уровень. А я тебе буду помогать. А я тебе буду помогать. Вот я буду давать тебе уважение, если ты будешь двигаться. Я есть за что уважать. Я буду давать тебе уют, вот этот кокон. Может быть, я мозгами чуть-чуть тебе помогу. Ну, что-то подскаживается. Ты спросишь, даже если не спросишь, я тебе это намекну. И я всегда буду рядом и выделять свою энергию тебе, независимо от того, что у меня есть еще дети. Ну, есть они, да. Ну, будем думать. Давай думать. Давай. Вот пока мы женихались, их не было. Потом они как-то появились. Ну, к примеру, как удачный пример. Их не было. Они не мешали. Не подглядывали в замочные скважины, что там мама делает с этим дядей. А потом они все равно появятся. И вот это отношение мужчины к этим детям, принимающего вот тебя, в своем я, не ругающего тебя. Ой, фифа какая. Давай попроще чего-нибудь. Одень там. Ну, попроще будет. Ближе к людям. И вот такой мужчина, он будет жить с этой женщиной. Ну, сколько надо женщине, чтобы в хорошем смысле привлечь хорошего мужчину. Не лишь бы где, лишь бы кого. Это не только энергия, это мозги. Ой, я как люблю умную женщину. Ой, как я их люблю. А ум для меня, повторяя, это не только энное количество университетских образований. Ум – это вот эта вот пластичность. Я, как говорю иногда, я бычу иногда, я лично. бычу, как мужчина, я спортсмен профессиональный, я дважды мастер спорта, и у меня много тестостерона сохранилось, и я бычу, вот бычу, да. Раньше это в физических очень разборках часто было, вот когда мы были молодыми, мы могли там, извиняюсь, даже и подраться, да, и кто кого там, перед чего, мерялись разными местами, реально физически. Сейчас это ушло в какую-то скрытую такую определенную агрессию, да, может быть, это вот такой юмор, сарказм, но бычу. И вот какая умная должна быть женщина, чтобы это все сгладить. Это сгладить. Это вот я поджигаю, а женщина тушит. Это вот, кстати, одно из базовых совпадений в паре. Один поджигает, вторая тушит, или наоборот, одна поджигает, вторая тушит. Разные темпераменты должны быть, абсолютно разные. Ну, не так, чтобы совсем, темпераменты именно, потому что два холерика, допустим, они в паре долго не протянут. Они передерутся к чертовой мать. Вот, кто-то поджигает, кто-то тушит. А вот мозги должны быть плюс-минус. Ну, если женщина умнее, это еще и лучше. Я считаю, что потому что, ну, все равно заводит, заводит хоровод женщин. И выбирает женщину. Мужчина-то думает, я там эту девочку-то. То есть на первое место все-таки женские мозги. Именно женские, которые... Я сказал, что мозги – это не образование. Не обязательно образование. Да, да. Это может быть бытовая глубина, ум, пластичность, умение обходить, умение тушить, умение договариваться, умение. Мужчина, я говорю, он более примитивен. Мужчине важна энергия. Энергия, которой будет пользоваться женщина. Это норма. Ты для этого мужчина, как я говорю, мы расходный материал в природе, мужчина. Мы расходный материал. И это норма. Это не я придумал. И я не буду это никому доказывать. Представьте, я очень много работаю с женщинами, я восстанавливаю гормональную систему, и очень много женщин обращается уже с такой продвинутой гормональной недостаточностью. То есть это когда уже нужно проводить гормональную коррекцию. И большинство моих пациенток – это... То есть там гормоны каких? Там эстрогенов нет? Женских или что-то другое? Это истощение всей гипофизарно-щитовидной надпочечниковой оси. Это не только проэстрогены. То есть это кортизол, это и прогестерон, это и тестостерон, который тоже нужен женщинам. Ну, в маленьких дозировках. И это гормоны... Он за либидо отвечает тестостерон. За фигуру, кстати, отвечает. Вот здесь надо посмотреть, откуда такая хорошая фигура у нашей собеседницы. А это тестостерон. Да, он даёт общий... И либидо желанием. И проблема в чём? Проблема в том, что женщины приходят в очень нересурсном состоянии. Многие женщины остаются одни с детьми, и у них ресурса не хватает даже на воспитание этих детей. Ещё, если это ребёнок с особенностями, а у меня таких детей очень много на приёмах, именно дети с особенностями, ну, это такая моя, скажем так, тема, то у женщины истощается этот ресурс в минус, и, безусловно, не остаётся абсолютно никакой энергии ресурса на то, чтобы выстроить новое отношение. Хотя, как бы известно, возможно, это тоже обобщение, и не всегда так. Счастливая мама, счастливые дети. Почему? Потому что это та моя, как раз, кстати, тема. Тема даже моей диссертации, моя диссертация, связанная с темой стресса. Дети зеркалят в состоянии мамы, у них нарушается, подрываются адаптивные способности, компенсаторика снижается, и на фоне вот этого нересурсного состояния мамы у ребёнка тоже будет нересурсное состояние, организм у ребёнка будет в хроническом стрессе, будет такое перманентное истощение вот этой самой гипофизарно-щитовидной надпочиньковой оси. И гормонов для адекватного купирования воспаления будет недостаточно, потому что все дети сейчас с различной невропатологией, с системным воспалением. Мы говорим о нервоспалении, что вся вот эта вот патология аутизма, эпилепсии и так далее, это про нервоспаление. На самом деле это системное воспаление, которое обусловлено недостаточностью гормонов надпочечников и ключевое – кортизола для того, чтобы купировать вот это воспаление. И, соответственно, вот эта проблема нересурсности мамы и что вообще с этим сделать, и возможно ли этот ресурс поднять, ну это, собственно, то, чем я занимаюсь. И я вот показываю, да, на своем личном примере, что вполне возможно выйти в состояние ресурса, но только есть очень много «но». И вот много «но» – это про женственность, насколько женщина в балансе вообще женских энергий и мужских, потому что сейчас очень много женщин, у которых перекос, мужские качества. Насколько женщина с мозгами, это тоже имеет значение, вот как вы говорите, с женскими и неженскими, да, с женскими мозгами. Это не про ученые степени, статусы и количество образований. И насколько женщина умеет управлять своей энергией и своим ресурсом, потому что очень много поколений, всё-таки вот я, работая с женщинами, вижу такую тенденцию, что любви к себе недостаточно. И вот этот ресурс и эта энергия, она раздаётся как Wi-Fi, и себе ничего не остаётся. И вот в этом очень большая проблема. Сначала нужно долюбить себя, напитать себя, и уже потом из этого состояния изобилия и ресурсности выстраивать отношения. Потому что когда мы в дефиците, мы встраиваем априори отношения деструктивные. То есть невозможно в истощённом, дефицитарном состоянии, особенно любви к себе, отсутствие, точнее, этой любви, выстроить гармоничные отношения и дать вот этот ресурс мужчине. И запустить вот этот энергообмен в паре. Такой хороший энергообмен, который действительно даёт обоим и гормоны счастья, и энергию, и даже мотивацию как-то вот по жизни действовать. Потому что очень часто и мужчины, которые приходят ко мне, допустим, на приём, имея аутоиммунные заболевания, кстати, аутоиммунные заболевания — это программа самоуничтожения, да, то есть включаются антитела против собственных клеток организма. Когда у мужчины происходит полная мотивация, и он начинает саморазрушаться. Тоже протест. Вообще аутоиммунка — это всегда протест. Это вот слово протест у меня прозвучало уже очень много раз, но так работает организм. Мы протестуем против всего плохого и приветствуем всё хорошее. Но плохого у нас набирается, 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 и оно закладывается в бессознательность. А потому что мы не верим себе и своим ощущениям. Нет, оно просто закладывается в бессознательное, там психика туда его всё сталкивает, потому что ему тяжело переварить это плохое чувство. И вот с этим багажом мы идём, а регулярно на какие-то триггеры оно вылезает. Что-то похожее, какая-то жизненная ситуация, раз — щелчок, и из прошлого вылезла ситуация. И мы живём, мы проживаем её. А вот этого положительного, оно нестабильно. А ведь чтобы выйти на волну вот этой стабильности, ты знаешь, что это любовь. Ну, хорошо, красивое женское слово, я его обозвал женское. Любовь — это отсутствие, давай попроще, по-моему, отсутствие дефицитарности в твоих внутренних и внешних потребностях. Это и есть любовь к себе. Вот у меня нет дефицитов, да? Я удовлетворила свои первичные потребности. Это, как известно, потребности. Сон, еда, секс, защита. Да, там одежда, квартира, машина. Я удовлетворила. Это вот пирамида Маслову такая известная, да? Это база, это фундамент. Поначалу Маслову говорят, что там наверху делать. Больше вам нечего, пока вы не удовлетворили свои первичные. Потом он съехал, всё равно нужна любовь, вот это вот признание. Ну, можно выйти на уровне любви только тогда. Я согласен с первичным Масловым. С Абрамом Масловым, одесским парнем и евреем, всё из России, бывший. Но оказался он Абрамом Масловым в Америке в 1909 году, был родителем вывезен туда. Так вот он говорил вот это. И я с ним согласен. Он говорил, нечего делать дальше. То есть, социализация, духовные потребности, пока вы не удовлетворили вот эти первички. Что такое первичка? А это то, что мы едим. Это там, где мы спим, с кем мы спим, да? Удовольствие эротическое и так далее. Потому что, не удовлетворив их, вы всё время будете оглядываться вот туда, назад. Что-то у меня жать-то сегодня нечего за обедом, да? Или как-то я уже здесь месяц сексом-то не занимался. Хотя мне 30 лет, да? Мне 35. Вот. И так далее. А вот меня все как-то не устраивают, не любят. Всё. Какая социализация? Куда ты? Ты всё время будешь назад. Вот. И это вот то, что ты называешь любовью. Вот я называю это удовлетворение своих базовых, первичных. Много у людей удовлетворенного сейчас, которые вокруг нас? Я думаю, что единицы. У которых всё тип-топ. Вот дальше вы можете идти глубоко, повторяю, развиваться в общество, социализироваться. Вести огромный, огромный, повторяю, глобальный, духовный рост. А вас ничего не сдерживает. Это вот должно быть на автомате. Вот как-то всё так у меня случилось. Я так построил свою жизнь. Вот тогда случится эта любовь к себе. Да, да. Ты будешь недефицитарен. И тебе приятно иметь дело с этим человеком. А ты от него ничего не имеешь. Ты ни денег от него не просишь. Не просишь от него квартиру. Ну, сексом может, если только заняться. Так, между делом, как говорится. А потом и понравится. Вот. Ты отношения просишь. Вот этого хорошего просишь. Да, я говорю? Потому что всем отчётывают друг у друга в хорошем смысле и вербально, и невербально просим. А ты просишь просто человеческого к себе отношения. И ты готова ещё и делиться. И вот если партнёр такой же, женщина и мужчина, вы две равноценные личности. Да, самодоступны. Дальше вы можете мериться уже вашим духовным багажом, который у вас дан с детства, потом как-то… Покопился по жизни. Да, по жизни ещё добавился, определился, был более заточен на то или на другое, на какие-то ценности, понятия. То есть, соответственно, женщина, которая не закрыла свои базовые потребности, безусловно, она… Как и женщина и мужчина. Да. И с этим надо… То есть, первое, что нужно делать, это вот… Стать полноценным человеком. Да. Тебе что от меня надо? А значит, ничего. А давай к всем поговорим. А это так фонит, когда что-то надо, когда… А это видно. Вот есть такая штука с сайта знакомств, которая сейчас очень модная. Я, наверное, сейчас буду саморекламой заниматься, но один из ведущих специалистов на сайте знакомств, я 14 лет на них работаю. Мне стало интересно даже поначалу, как-то я там случайно оказался, что там за люди. Так вот, подавляющее, практически все, большинство подавляющее ищет костыль, как я называю. Костыль – это то, что им не хватает. Вот то, что дефицитно для них. Да, они ищут какую-то сильную руку, спину, плечо. Это неплохо в целом. Но если ты проваливаешься без этого плеча, без этой спины, и вот тебе срочно давай, так ты точно сделаешь ошибку, схватишь первого попавшегося. Потому что все, ты тонешь. Как говорится, тоньше человек, он за что хватается? За соломину. И тонет вместе с этой соломиной. Правильно? Правильно. И дальше какие-то свои, ну, может быть, это и неплохо, вещи, которые надо бы порешать. Ну, вот нет, где мне жить. Хочу жениха, да побогаче. Да, да. Да почему бы нет? Ну, ты сама-то кто? Да. Ну, я из... У меня логика была. Из жмеринки я. А что за душой? Да ничего, приехала только что, хочу устроиться в Москве. Хочу сразу статусного и богатого. Да, и здесь человек решает проблемы. Запомни, как только он решит, ты дальше не понадобишься. И все. А когда люди самодосточные, они могут разойтись. Ну, всякое бывает. Но им будет дальше так же неплохо. Ну, они погрустят, естественно. Естественно погрустят. Но они не будут трагедии испытывать. Вот бросаться откуда-то там, как подростки многие. Кстати, тема тоже очень интересная. Триггеры суицидов подростков. Их много. И что является в основании. Вот. Это вот неразделенное. Вот надо что-то разделить обязательно. Разделять можно только интерес. Я люблю хоккей. А ты? Вот мы там машем там на стадионе. Я люблю рыбу лавить. Пойдем? Пойдем. Мне тоже интересно. Но не так, чтобы ну ладно, я пойду. Не ночью, конечно. Я ж на шоппинг лучше с подружками. А я в бане. А как вместе? В бане. Или на шоппинг. Ну, это сложная тема на самом деле. Но надо искать пути решения. То есть люди самодостаточные, они, во-первых, не ревнуют к чему-то, к своим, чисто своим увлечениям. Тот же шоппинг или та же рыбалка не ревнуют. Потому что у них своих достаточно. Во-вторых, они спокойно человека отпускают. Не считая, что он пошел там сливать куда-то чего-то на стороне. Энергию свою, увлечение. А вот его обросили. Да никто тебя не бросил. Да. Но у тебя будет время, ну, вечером, к примеру. Ну, к примеру, да? Это возможность отдыха. Вот, короче, любовь к себе, как я ее понимаю, это вот удовлетворение своих базовых, первичных потребностей. Я себя люблю. Значит, как она себя любит? Отлично. Отлично. А если она еще так умеет любить и духовно, и мозгами, головой, это уважение, да? Работа мозгов порождает уважение, как известно, да? Это вообще же дорогого стоит. Поэтому мы все бежим за чудесами. А возможно ли этому научить? Или это все-таки какие-то... Так, а что мы сейчас делаем-то? Лили учит меня. А я учу Лили. Конечно, возможно. Но для этого, во-первых, нужен запрос. Причем не запрос в мозге. Возможно ли развить этот интеллект женский? Вот знаете, когда я хочу пить, я много отдам за стакан воды, да? Жажда. Но я не отдам за сороковой стакан воды. Не помню, кто говорил из-за великих. Что когда я умираю от жажды, я все, все деньги мира отдам за стакан воды. Но я не отдам ни копейки за сороковой стакан воды. Когда мне предложат сколько хочешь. Все уже напился. Какое точное слово. Жажда. Да. У нас должна быть жажда чего-то. Вот мы хотим, но не за счет другого. Иногда отоднали. А за счет себя. За счет себя. Есть друг, приятель, сенсей, коуч, который мне опять же нравится, которому я доверяю. Доверие очень важно. И он чему-то меня может научить, чтобы я сама поднялась над самою собой, чем ты занимаешься последние годы своей жизни. Ты растешь. Понимаешь, да, что такое рост? Это хорошо. Может, у тебя есть определенный предел. Ты дорастешь и родишь еще четвертого. А потом пятого. А потом шестого. Шучу опять же. Но ты поняла. А когда человек не растет, он… А ни в чем не растет. Вот я узелки какие-то вязал там на крючочке, да, когда на рыбалке. Я научился еще два узелка. Это тоже рост. Ты понимаешь, да, расти можно в разном. Но если брать в социум, ты как минимум должна быть интересна в социуме. Если ты хочешь реализоваться в социуме, а вот в данном случае Лиля пытается себя в социуме продвинуть, то в социуме ты должна быть интересна первой головы и полезна второй. Интересна, потому что ты симпатично улыбаешься для мужчин и говоришь сакральные, сакраментальные вещи для женщин, а полезна то, что ты можешь этому научить. И я скажу, что Лиля – это не аферистка и не Остап бендер в юбке, а вот он аж энное количество вещей уже сделал, как минимум, да, и ей можно доверять. Ну, хочется доверять. Вот такой подход. Я вас, Андрей, благодарю. У нас еще остается очень много тем для обсуждения, которые мы видим. Очень много. А самая животрепещущая тема, я считаю, что она реально животрепещущая. Я смотрю по отзывам и в Инстаграме, и по запросам. Это вот выбор современного социального пола мужчинами и женщинами. То есть вот эта маскулиность, да, и феминность. Женственность и мужчин. Ну, андрогины, да, андрогинный пол такой не нашим. Нужно ли вообще это… И почему это выбирается? Это социальный пол. Социальный пол – это поведение в обществе. Почему это выбирается? Мужчинами, женщинами. Потому что часто сейчас мужчины выбирают феминность. Почему это долго разговаривать? И очень интересно. А женщины выбирают мускулиность. Что этому является стартом? Генетика, среда, невозможность найти то самое плечо для женщин, к примеру, да, вот, а для мужчины невозможно стать мужественным. Ну, вот не срослось. Вот сидит надо мной мама. А может, это не мама, уже жена, да? И ничего с меня не требует. А я ничего не умею. Потому что мама меня не научила, передала точно так же, в кавычках передала. Такой же маме, которая говорит, ну ладно ты там, нет, не трогай, здесь плохо сделаешь. А здесь вообще не сделаешь. Да даже нормальная мужская, слово нормальное здесь сказал, да? Ну, пускай будет. Нормальная мужская задача зарабатывать деньги, ну, обеспечить, чтобы семья. Она тоже ставится под сомнение. Как вариант, кому что. Но это очень важно. Я считаю, одной из базовых и такая редко встречающаяся на сегодняшний момент точка зрения, это мегаполисность наша. В мегаполисе мужчины решаются мужского, норм мужского поведения, им не надо ходить за мамонтами, колотить гвоздь в стену, им не надо там делать все, что делается в деревне, пылить дрова там и так далее, и так далее. А женщинам, наоборот, надо быть мужчинами, иначе их там схрумкает, командовать. Мы идем по западному образцу, ну, что на Западе случилось, мы уже знаем. Но сейчас какой-то пытаются сделать социальный и, соответственно, психологический разворот, ну, я не очень уверен, что он все-таки совершится. Не очень уверен. Но поговорить про это можно, поговорить. И как партнера в этой ситуации искать, идентифицировать себя. Ты кто? Вот кто ты, по всем показателям, откуда взялся, где рос, за что бился, какие твои ценности и так далее, и так далее. Какой психотип, какие нормы поведения. И вот это пазлы. Вот в эти пазлы должен входить партнер. Ну, почти, может быть, не полностью, конечно, где-то там напильничком нужно подточить этого партнера слегка. Но он должен заходить в эти пазлы. То есть, во-первых, он их должен принимать, а во-вторых, соответствовать. Тема очень большая, интересная. Я думаю, что мы еще поговорим на эту тему. Говорим, поговорим. Благодарю.